Друзья, привет! С вами компания Руфера. Сегодня для вас подготовил небольшой видеообзор, посвящен он такой теме, как саморезы. Саморезы для крепления фиброцементных панелей ДКВЕР. Откуда родилась вообще эта идея данного ролика? Сами столкнулись на объекте с проблемой, а чем, собственно, закрепить ДКВЕР? Привыкли работать с кедралом. Кедрал ушел с российского рынка вместе со своими же саморезами. Вот, занялись подбором. Чем лучше закрепить? Покажу вам наглядно. Вот у меня небольшой фрагмент материала ДКВЕР для наглядности. Кедрал. Цвет схож, фактура примерно схожа, небольшое отличие. Чем, собственно, отличаются материалы? Кедрал – это вот честная десятка. ДКВЕР – честная восьмерка. 10 мм, 8 мм. Но, несмотря на это, кедрал более мягкий. А ДКВЕР – более плотный материал, более жесткий. Соответственно, те саморезы, которые мы применяли для монтажа кедрала, уже для монтажа дековера, они непригодны. Сейчас я вам продемонстрирую. Первый саморез, который будем тестировать, у нас саморез для цементно-минеральных плит. Вот от такого производителя. Стоимость достаточно бюджетная – 600 рублей за 250 саморезов. Проверим. Стоимость. Проверим. На этом саморезе эксперимент надо заканчивать. Во-первых, это небезопасно, а если он отлетит у вас в палец? Это травма Убираем данные саморезы в сторону Также попробовали саморезы от компании КНАУФ для клапанелей Саморез справился с своей задачей, он безопасен Но очень плохо он утопился у нас И образовались вот такие вот у нас сколы Конечно, можно это закрасить, но шляпка очень большая Для наружного крепления, для открытого крепления, выглядит не очень А если все-таки для скрытого крепления, в зоне перехлеста, сайдинга То, в принципе, саморез этот вполне пригоден Сейчас попробую закрутить саморез Вот такой вот интересный, в комплекте идет бита Использовали мы эти саморезы для крепления кедрала Кедрала Вот хочу сказать, от КНАУФ саморезов У них даже ПАТАИ получился гораздо лучше Чем у этих саморезов Которые мы ранее применяли для монтажа кедрала ПАТАИ нет, от слова здесь совсем Его просто нет, он отсутствует И использовать даже для перехлеста Материал плотно не налегает друг на друга Мы видели, как он вкручивался Сейчас поменяю биту И попробуем еще один саморез Бита под него нужна Торекс Т-10 Саморез от компании РУСКОННЕКТ Для массивной доски Закрутился Прекрасно Закрутим еще один Практически у него ПАТАИ Шляпка очень маленькая Смотрится очень аккуратно Как небольшая клепочка Если закрасить Ну, будет вообще смотреться очень замечательно В общем, друзья Эксперимент закончился тем Что вот эти саморезы Подходят для данного материала Фиброцементного сайдинга ДКВР Шляпка небольшая Предварительно просверливать отверстие не нужно А так изначально данный саморез Был разработан для массивной доски Вот такой вот у нас обзор Будем теперь применять вот такие вот саморезы От компании РУСКОНЕКТ Всем пока! До скорых встреч!